Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Школа должна быть безопасной. В Анапской новой глава администрации. 170-летний юбилер русское географическое общество поздравляли в Анапе. И сейчас обо всем подробнее. Дети должны чувствовать себя защищенными стена школы. Глава Анапы Сергей Сергеев провел сегодня заседание Совета безопасности, посвященное началу нового учебного года. Учебный год начнется для 22 тысяч анапских школьников. Об их безопасности говорили сегодня на совещании в администрации. Глава Анапы Сергей Сергеев потребовал от служб критически оценить подготовку к учебному процессу и доделать все, что не успели. Вот я в последней школе был в Джигинке. Хорошая школа, энергичный директор, глава интересуется тем, что происходит в этом учебном заведении. Таким людям хочется помогать. И что отрадно было услышать от охранника, что он содержится не за счет родительской платы, а за счет бюджета. Тогда это будет действительно охрана. А когда мы собираем и нанимаем человека, который просто сидит и даже маломальского физического сопротивления не сможет оказать, дай бог бы, чтобы тревожную кнопку нажал. Это не защита наших детей. Это так. Выполнение тех мероприятий, которые нам предписывают, лишь бы отчитаться. Формальный подход, когда речь идет о детях, недопустим. Средства бюджет выделяет немалые. Только делайте. На выполнение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений город-курорт Анапа выделено из муниципального бюджета 7 млн 543 тыс. рублей, из них краевой бюджет 871 тыс., муниципальный бюджет 6 млн 671 тыс. рублей. Замначальник отдела назорной деятельности Дмитрий Суханов рассказал об итогах проверки. В некоторых школах и детских садах выявлены недостатки при обеспечении пожарной безопасности. Причем такие устранения, которых не требует больших финансовых затрат. Те замечания, которые сейчас озвучены, они должны быть немедленно устранены. У них есть для этого средства. Есть. Понимаете? Если в складе нет охраны пожарной сигнализации, сегодня спросите, хотя бы смету вы составили? Нет. Ждут, когда кто-то придет. Вот иждивенцев здесь быть не должно. В том числе и по требованиям Роспотребнадзора. Я понимаю, когда многомиллионные затраты, многотысячные, десятки, сотни тысяч. Здесь без нас не обойдешься. Роспотребнадзор в эти дни ведет приемку школ. 23 учреждения образования прошли этот экзамен. Придут ко всем. Мы провели во всех школах 70 проб на лабораторию санитарно-химические и микробиологические показатели. Значит, вода соответствует везде санитарным требованиям. Помимо этого, в этом году проводились замеры освещенности всех школ, где у нас вызывало сомнения. Значит, и еще новую мебель мы исследовали на формальдегиды. Пока результаты еще не получены. Но, тем не менее, вот такое новшество с целью обезвлечения безопасности и чтобы в школы не поступала мебель неизвестного качества, было введено территориальным отделом. Претензии у ведомства есть к поставщикам продуктов в школьные столовые. Материалы по некоторым из них попали в суд. Другие отделали штрафами надзорного органа. Сергей Сергеев поблагодарил Ларису Медведеву за принципиальность, также отметив, что многое зависит и от руководителя учебных заведений. Жители Манавского сельского округа сегодня представили нового главу. Валерий Юрьевич Шутилков, нового главу Анапского сельского округа, активистом, руководителем органов ТОС и общественных организаций, представил заместитель главы курорта Владимир Забураев. Подробности жизненной и трудовой биографии людям интересны. На руководителя округа возлагают большие надежды. От новой власти мы ждем в основном только одного – взаимопонимания со всем активом, со всеми общественными организациями, диаспорами, казачеством. Будет это, значит, будет успех и в администрации, и будет наша станица Анапска дальше процветать. Управленческий опыт у Валерия Юрьевича есть. Начать свою трудовую деятельность в Анапске намерен с главного – общения с людьми и знакомством с ключевыми проблемами. Необходимо провести сходы граждан по ТОСам, по местам компактного проживания, по хуторам. Все вопросы взять на карандаш, сверстать план мероприятий, что-то запланировать на 2016 год, что-то нужно сегодня делать. Мониторинг пляжных территорий специалисты муниципального контроля, других городских служб проводят ежедневно. Работа с арендаторами приносит результат. Маршрут движения от центрального пляжа до реки Анапки. Особое внимание санитарному состоянию береговой полосы и несанкционированной торговли. Специалистами управления муниципального контроля ежедневно проводятся мониторинг пляжных территорий по благоустройству санитарному состоянию. В случае выявления фактов нарушения санитарных условий составляются административные протоколы на управляющей компании. В первых числах августа на этих пляжных территориях муниципальный контроль выявил нарушение санитарного порядка. Сборны для сборной мусора были переполнены. Предприниматели предупредили об административной ответственности. Нарушения устранены. Специалистами выявлена нелегальная точка по реализации экскурсионных путевок. Коммерсанту сделано предупреждение об административной ответственности. Предприниматель убрал несанкционированную точку. Все лето на курорте работали не только дворовые и спортивные, но и культурно-досуговые площадки. На семинаре в Доме культуры Станицы Анавской подвели итоги работы. Руководители учреждений культуры подготовили презентации работы своих культурно-досуговых площадок для детей по итогам летнего сезона. Таких площадок в муниципальном образовании работало 29. На каждой из них своя изюминка. У нас построена в этом году работа на летней площадке по принципу мастер-классов. Значит, один специалист проводил, допустим, урок английского, другой – вокальный мастер-класс или хореографии, или декоративно-прикладного искусства. Ребятишки на площадку идут с удовольствием. Пока родители на работе, они узнают что-то новое, развиваются, раскрывают таланты и учатся находить общий язык с ребятами разного возраста. Здесь много детей, друзей, здесь можно новое завести. И еще здесь очень интересные игры есть. Чтобы ребята не скучали, помимо настольных и подвижных игр, каждый день вожатые придумывают для них конкурсы, праздники, встречи с интересными людьми, мастер-классы. Подростки, которые еще сами недавно посещали площадку, приходят работать вожатыми. Я уже здесь работаю третье лето. Мне нравится работать именно с детьми. Дети младше меня, и поэтому мне как-то легче с ними работать. Мы находим общий язык, развлекаемся, ходим на разные выставки, мероприятия. Мероприятия у нас проходят каждый день. Некоторые ведем мы с вожатой, некоторые приходят и к нам гости проводятся. Для площадок постоянно приобретают новые игры и спортинвентарь за счет бюджетных средств. Главная мысль, которую озвучили все участники семинара – детьми нужно заниматься. Предоставлять им возможность выбора интересного досуга – замен телевизора и интернета. Август – время подведения итогов работы приемных комиссий. Наша съемочная группа поинтересовалась, много ли желающих получить среднее профессиональное образование по рабочим специальностям в Анапе. Нервозность последних месяцев для абитуриентов позади. Огласили списки всех, кто с 1 сентября будет гордо именоваться студентами. В Анапском колледже сферы услуг в этом году рабочие специальности имели небывалый спрос. В этом году в нашем колледже был конкурс, и даже немаленький конкурс, что нас приятно удивило. Поступить в колледж на рабочие специальности несложно. Отбор идет по рейтингу аттестатов. Причем большинству специальностей обучат бесплатно. Анапе нужны профессиональные кадры в сфере общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства. Повара, официанты, бармены, электросварщики, сантехники. Я закончил колледж, Анапский колледж сферы услуг по профессии направленности технолог общественного питания. Закончил я в этом году и, можно сказать, по своим стопам привел младшую сестру. Также она поступает на технолога общественного питания на первый курс. Вот в данный момент пришел, знаете результаты, поступила ли она. Да, она поступила. В этом году открыты новые специальности. В этом году появилась востребованность в специалистах товаровед и эксперт качества потребительских товаров. И впервые мы набираем специалистов именно вот такого профиля, потому что Министерство просвещения, Министерство образования Краснодарского края рекомендовало именно обратить внимание на подготовку таких специалистов. И мы думаем, что они будут востребованными, в том числе и в Анапе. А вот эти ребята уже отучились в колледже год. Лето – время производственной практики. Они ее проходят тут же, в столовой колледжа. И предлагают гостям курорта блюда, приготовленные по ГОСТу и всем стандартам качества. Не хуже ресторанных блюд. Потянуть за лето мастерство и заработать денег на карманные расходы студенты приходят с удовольствием. Некоторые у нас стоят на раздаче, некоторые у нас стоят на кухне. То есть они уже готовят, уже набираются опыта. То есть на второй курс они уже придут чуть ли не профессионалами. Владимир готовить любит с детства. Но стать мастером высшего кулинарного пилотажа непросто. То есть опыт, да, набирается. Это, понятное дело, не сразу, это с годами. А так все прекрасно. То есть это пригодится в будущем. Даже если не пойдешь по профессии, то все равно готовить всегда надо уметь. Подготовка качественных кадров – задача на перспективу. Курорту такие кадры необходимы. Кстати, качество подготовки специалистов в сферу услуг, которые предоставляют в Анапе, оценили на самом высшем уровне. Наш колледж стал в этом году центром сертификации компетенций по поварскому делу. В октябре будет проводиться чемпионат Южного федерального округа. Мы будем принимать активное участие и в подготовке именно этого чемпионата и по этой компетенции. Это большое доверие, это большой престиж. Учебные аудитории пока пустуют. Некоторых завершаются ремонтные работы. Некоторых уже к началу учебного года все готово. Еще пару недель и новоиспеченные студенты зашуршат тетрадями, получая бесценные знания для самостоятельной профессиональной жизни. Русскому географическому обществу исполнилось 170 лет. Первое заседание общества состоялось в петербургской квартире Владимира Даля. Русское географическое общество объединило ученых, исследователей и других неравнодушных к родному краю людей. Всероссийский детский центр «Смена» поздравил юбиляров. Ребятам предложили отправиться в импровизированное путешествие. Конкурсы, мастер-классы с известными путешественниками и членами русского географического общества. Семинары и творческие мастерские, выставки историко-культурного наследия края. Вечером победителей наградили на сцене. Главный подарок – возможность принять участие в настоящей экспедиции с профессиональными путешественниками и учеными по возвращению в свои регионы. С Новым Рождеством! На этом сюрпризы не закончились. Руководство нашей организации и по согласованию со Всероссийским детским центром «Смена» в ближайшее время в этом замечательном центре будет открыто официальное представительство Русского географического общества, которое будет плодотворно заниматься развитием наших проектов в этом уникальном Всероссийском детском центре. Ребята зарядились духом приключений, получили памятные подарки от членов общества и пообещали стать достойными преемниками, беречь родную природу, открывать новое и неизведанное. На 16-м чемпионате мира по водным видам спорта в категории «Местерс» отличился наобчанин Сергей Аншуков. Он выступил в возрастной категории 25-29 лет в плавании на дистанциях 100 и 50 метров вольным стилем. В 100-метровке завоевал золото на дистанции 50 метров серебро. Поздравляем нашего прославленного земляка и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере. И завершит выпуск прогноз погоды, партнер прогноза погоды, салон-магазин изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В четверг 20 августа в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов, ночью до 24 градусов тепла. Ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Атмосферное давление из 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 26 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.